хей ой с вами шамики и мы продолжим проектирую под названием легендарь новый день все киностал и это пятая серия по идее записывать солнце светит глаза и и нихуя не вижу что на экране прикольником так ладно мы на кладбище как я помню мы довольно херово приземлились это точно кладбище да если не ошибаюсь да это точно кладбище так дробовичок есть давайте посмотрим что здесь есть у нас скорее все ни хера побежал основные враги которые здесь по идее будут это у нас оборотнем призраки кажется и будет во каких-то счет два врага на которых я конечно не скажу но я их не слаб но их не слабо все я точно вам расскажу будет странно да если здесь тоже будут сообщения найдены мною не до стрёмность все равно знать так ночи кладбище это всегда стремное место как бы то ни крути примут Сомн... Сомнон-процепит? Окей... Всё равно, да, плохо видно? Ну, не знаю, у вас будет что-то хотя бы видно или нет? Зараза. Так, дробовик это на двойку. Так, окей. Ну, вылетит, типа, стрёмный момент, типа, зомби, о, труп, бле-бле. Я молчу, потому что я не хочу спугаться, я просто... Пистолет. Подождите, это тот же самый пистолет? Да, это тот же самый пистолет. Так, если сюда, можно будет прийти и отхилиться. Ну, вы сами видите, тут всё тёмное такое. Ну, я хотя бы могу дождаться, когда... Враги... На меня сами кто-то нападает. Что-то за чертовщина! Точно кого-то стошнило! Наверное, не стоило это трогать. О, это тоже отвратная вещь, надо сразу её грохать. Это типа этих... Суицидников, они к тебе притягиваются и взрываются. Так, дети Цичигума, королевы пауков. В Древней Японии легенды рассказывали о поединке между отважным воином Райка и гигантским демоном-пауком Цичигума. Райка прикончил демонов, вскрыв ему брюхо. Однако из кровоточащей раны выбрались на свет тысячи красных пауков и расползлись по всей земле. Солдаты Света 98 окрестили этих тварей пауками-кровососами. На самом деле, дети Цичигиа это существа, состоящие из двух частей. Из паучьего выводки и королевы. Королева гораздо крупнее вывода. Она носит... Так, она носит паучат в себе и поражает новых детишек. На самом деле, я ее вообще ни разу не видел, либо я не помню, была бы она вообще в игре. Вот здесь я яркость прибавлял, потому что, ну, вы сами видите, типа темно. Да, запрыгнуть нельзя, конечно. Нельзя запрыгнуть, да-да-да, я поверил. Так, сообщение Совета Громсвязи. Доклады группа Гамма. Изучаем загадочный объект, возможно, живой. Похожий на огромную кладку яиц, свисающую с потолка. Кажется, оно шевелится. Положу... Так, доложу позже. Но он доложил. Они... Они, если не ошибаюсь, будут лазить еще у нас по стенам. Мы снова отправляемся в канализацию. Деккард, это Лексингтон. Как слышно? Надеюсь, у тебя голова не так раскалывается, как моя. Виверин ввела меня в курс дела, и я пытаюсь перепланировать операцию. Сплошные помехи связи, маячки блокированы. Но у меня тут несколько отрядов солдат брошено на поиски. Постарайся отыскать солдат совета. Вместе безопаснее, чем в одиночку. Да. М-да. Блин, ну я, понимаете, не знаю. Дробовик, либо я сейчас иметь в руках. Либо против слизней. Ну, блин, все равно тени во всех играх почему такие... Хуево работающие. Не знаю почему. Почувствую, когда тело тебе наносит урон. Ну, конечно, незначительный, но все-таки наносят. А мне только оттуда дайте. Ге-гее. Так, докладываю, группа бета. Вервольфы Лемосса гибнут, если их обез... Обезглавить. Да ладно, серьезно? Прикидываю, если б я так их дальше убивал и не понял об этом. Ну да, максимальных патронов у нас получается... Д-104. Вот, здесь начинается жопа немного. А вот это вот, типа, божак, о котором я говорил. Ох, он постельнее будет у остальных. Д-105. Окей. Вот о них как раз я говорил, ребят, что у нас будут оборотни посильнее. Как вы видите, им нужно не два выстрела в тело, а целых магазин. Подожди, давай почитай, что надо. Так, надеюсь, грубо говоря, и прикрыток. Твари. Альфа Вервольф. Альфа Вервольф. Вопреки всем легендам и мифам, настоящий Вервольф это отнюдь не человек-оборотень, а отдельная порода существ, нечто среднее между собакой и обезьяной. Невероятная сила, отстоящий большой палец и острый как бритва. Так, лыки дают Вервольфу способность прорваться сквозь двери и швырять во врага тяжелые предметы. Эти твари охотятся в основном на людей, они куда сильнее, чем их ближайшие сородичи. Вервольфы Лемоса. И в смешанной стае всегда являются вожаками. Это нам намекает на то, чтобы мы приготовились, потому что, скорее всего, он будет еще сходить со стаи своей бригадой. А сейчас! Да, нам повезло. Нам очень повезло. И, ребят, смотрите лучший видосик, блядь, в темное время. Фонарик! Тут есть фонарик? Я уже не помню в игре. Так, установки, управление, назначение клавиш. Так, режим наведения. Движение вперед, шаг, прыжок, присесть, перезарядить. Метнуть гранату. Правое холодное оружие. Общение Т. Анима. Показать точку назначения. Переключить гранаты. Так, и мне нужно... Еще раз, какой там была кнопочка? Общение Т. Скорее всего, должен быть мультиплеер, но его тут не завезли. Ой. Ой. он окомил меня взорвался он там еще полосы так немного отхилился вниз мне походу лучше не прыгать хотя мне предлагают вы не спрыгнуть а мне все равно не спрыгайте воду так но здесь могут быть щупальца я не помню мы убили тогда растение то или же мы его тогда скорее всего убили вы когда у них как он это человек огромный дух не нравится мне это все скажу вам сразу патронов у нас хватать не будет на дробовике дальше сферу будет ну ну даже с одного выстрела убивает видите нанатит трупов говорится вербольфы постарались все их больше не будет не верю ух ты съем зато видите типа они вздыхают так же ну типа у них отрывается конечность но они восстанавливаются вот в чем прикол так дети цигми на так если уничтожить сумку королевы она взрывается из торгая из себя паучков находящихся внутри порость детеныша слабы но в большое количество становится очень опасно мнение вы походу нужно а вот мне интересно если я вниз прыгну внешне сна да нет сюда ну думаю лучше на дробовик взять патронов ланту тупо эти будут оборотни поэтому надо слушать внимательно так лестничка наверх по и если возможности нужно все перезаряжать все виды оружия развалился не пройти хорош приятеля старшая группа дельта на связи требую эвакуации из канализационных туннелей у нас много раненых мы за заблокированы в туннелях в электро щитовый так знаете что интересно почему на меня обычный убрать не напали если уже есть улучшенный типа призрачные а а а а зачем черному ордену живой это соблюдайте тишину в эфире вас понял 6 стой как он невысокопрыгает это так весит так есть 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 один не лучше его не освобождать я могу типа освободить вервольфа а ними двух двух а скажи а него убрать не сам разберется они сами разобрались черный орден черный орден это тайная военная организация которая распространилась по всему миру судя по всему он существует уже очень давно и только ждал подходящего и возможности чтобы добиться своих далекие идущей цели надо было сразу убить того кто был внутри клетки это агрефон просто пролетел будем считать что тогда агрефона звук был сколько же их тут манать прикольно так их можно убить хотя это очень непросто но если нет 30 им голову не оживает вновь эта тварь похожа на мохнатые бронемашины и отличается быстрой и ловкостью быстротой ловкость это как обычные оборотник только у более живучие и все то есть они ничего не отличается но сейчас на тени есть на тени что-то покажет а типа улаку то разрывает внимание всем отрядом силы черного ордена сосредоточены в соборе всем двигаться туда так окей мне план нашел в спину никто не вошел потому что то ладно это это звук грифона это и грифона издает манна здесь края вещь по любом здесь оборотень есть да я стараюсь что ты не в мочи за строку принцесса чем скорее закончить тем скорее свалим отсюда подключить к ленте то так подключить надежный собор ты готов вот отлично надо вернуть эти курутов обратно в загору загор огонь ох Tonj Да, меня не видно. Да я и сам себя не вижу, где я вообще лазаю. Вот кто говорит, кто со мной разоварит? Вот они отсюда разоварят или это типа призраки, типа духи, духи разоваривают? О, ни хера. Я подумал, это со мной мертвяки разоваривают. Типа бах какой-то, оказывается ни хера. И тут ничего нету в подворотне. Блин, нужно дробовик постоянно переключаться. А ну кого попробуем хайе кинуть? Так. Он как-то кидает вообще их. Ау. Он как-будто их и не пытается кидать. А куда мне идти? Ладно. Я забываю про этот значок. Так, Кент, мне кажется ты совершаешь странную ошибку. Опасность повсюду. Ты разве не смотрел новости? Так что прекрати заниматься глупостями и быстрее найди надежное укрытие. Ладно, давайте поменяем пока что. Типа с одной стороны это оружие хорошее в плане того, что я могу нацелиться. Нажал хоть что-то три оружия нельзя носить, я бы вот эти три носил. Либо вместо топора. Вместо гранаты. Нуха я хочу присесть! Блин, ну что? Вот. Ладно. Команда Бета, удерживайте позиции. Декард направляется к вам. Дождитесь его. Вас понял. Мы удерживаем позицию на кольцевой развязке прямо перед собором. У посуды волки. Вот здесь скажите вообще хотя бы что-то видно? Тут просто тень. Ну хотя бы можно, знаете, просто активировать и уйти куда-то. Смотри-ка, Декард живой! Ага. Рад тебя видеть. На улицах повсюду волки. Мы будем их сдерживать до подхода вертолета. Команда Бета на связи Ромео 148. Направляемся в... Так, стандартный боевой автомат с танки-пулемета АВСМ. Отличное оружие, чтобы разом расправиться с целой сваркой чудовищ. Но нужно следить за перезарядкой, пока заправляешь новую ленту. Тебе могут и сожрать. Патроны 5, 56, 45 мм. Устойчивость пользуется энергией от водных газов. Открытый затвор. Скорострельность 725 выстрелов в минуту. Система подачи. Рассыпная патронная лента на 200 патронов. Ну это пока... Вот это хороший пока что предмет. Для меня. Ну давайте, пускай идут. Тебе, по-моему, не сюда продолжайте выходить. Şu не делай нового. Центabile. Что vam!!! Ба-барой-пост llam Barbara- projeto. На кол полосе. Давай, давай, перезаряжайся. Ага. Ну, вы видите, эта пушка просто ма. Но пуля она также тратит ма. Всего лишь 10 километров, ребят, продержимся, давайте. Значит, ещё одно волно стало. У, взрывная бочка, нужно за этим следить. Кто? Я вас охраняю, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Всё, я успел собрать троповик. Не прекращайте стрелять! Внимание всем частям. Это Лексингтон. Ожесточённое сопротивление тварей делает продвижение невозможным. Всем группам найти укрытие и закрепиться. Подкрепление близкое. Начало штурма на рассвете. Босс не должен дважды повторять. Найди укрытие, Декар. Ты спрячься там. Декар! 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 Оточнись! Доброе утро, солнышко! Как спалось? Штурм уже начался. Бойцы чёрного ордена закрепились по всему городу. Путь до собора будет долгим. Пойдём, пора заработать. Окей. Ну что, тогда следующая серия продолжим, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok